В штате спасательной станции семь матросов. Их каждый рабочий день начинается с тренировок, чтобы не потерять форму. На суше занятия кажутся детской игрой по сравнению с тем, что происходит в воде, когда охваченный паникой человек хватается за все и тянет под воду, признаются спасатели. Но всех их заранее готовят к трудностям. В начале купального сезона, это где-то в июне, в первых числах июня, у нас проходит аттестация матроса-спасателей, приезжает комиссия и проводят здесь экзамены. Сдают теорию на центральном пляже, там у нас практически занятие. Это занятие на воде, оказание первой медицинской помощи. Крепкое здоровье, хорошая физическая форма, выносливость и быстрая реакция. Пожалуй, это главные качества, которыми необходимо обладать матросом-спасателем. Несмотря на то, что в Искитиме официально разрешен для купания только центральный пляж, в неорганизованных местах также народу немало. У нас пост, спасатели меняются, примерно час-полтора-два отсидели, потому что жарко, долго не посидишь на воде, и идет замена. И так вот, то есть это с 9 утра до 9 вечера. В наши обязанности входит еще и рейд на воде ежедневно. Это от центрального пляжа до дома ветеранов, микрорайона индустриальный. То есть там, как считается, неорганизованное место купания. Но в наши обязанности входит ежедневно патрулировать тот район, потому что главная проблема – это прыжки с моста. Расслабляться не приходится, признаются спасатели. В воде с человека может случиться все, что угодно. Главное – вовремя и правильно среагировать. Скорость катера достигает 50 км в час. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации, чтобы добраться до любой точки водоема, спасателю понадобится не более минуты. Они отлично умеют плавать не только в хорошую погоду. Заходить в воду в шторм или холодное время года им тоже не привыкать. За 7 лет работы Александру Буринову приходилось спасать немало народу. К сожалению, говорит матрос-спасатель, очень много тонет детей. Приходилось и, так сказать, транспортировать на водке, и помогать. Ну, то есть, разные ситуации, люди разные. И со всеми нужно найти язык общения. Почему? Потому что люди агрессивные. И многие замечания в свой адрес воспринимают, ну, очень болезненно. Свой жизненный опыт пытаюсь передать, что в любом деле должны соблюдаться правила техники безопасности. Для оказания первой медицинской помощи спасатели оснащены всем необходимым. Но если перед приёмом солнечных ванн пострадавший принял алкоголь, реанимировать его будет куда сложнее. Этот купальный сезон пока проходит спокойно. Ни одного печального случая на воде зарегистрировано не было.